Ну а дальше, друзья мои, мы поговорим с вами о том, о тех областях психологии, в которых лежит мой личный профессиональный интерес. Это то, что мне наиболее интересно. И знаете, я здесь сделала небольшую такую предысторию, чтобы вам было понятно. И может быть это станет для вас тоже маячком при выборе психолога или любого другого специалиста. Я недавно сама загремела в больничку здесь, в Израиле. В общем, это была достаточно серьезная история. И я жалею очень сильно о том, что на моем пути не попался человек, который является азартным, амбициозным профессионалом. Мне не хватало, у меня не нашлось такого доктора, который бы, понимая сложность ситуации, в нем бы загорелся именно профессиональный интерес решить эту проблему успешно. То есть, когда вы идете к какому-то специалисту, если этот специалист болеет этим делом, у него азарт, ему интересно, для него это профессиональный вызов, брошенный ему. Ему интересно его побороть, разбить вообще, не знаю, вдребезги, чтобы этот челлендж, эта сложная задача раскололась перед ним. Вот таких специалистов мне не хватает. Поэтому я очень люблю хирургов, да, когда дошло до хирургии, пришли там, да, хирурги, это команда шикарных специалистов, потому что они четкие, они отлаженные, они знают, что они делают, они всегда горят желанием это делать. То есть, чем сложнее для них случай в хирургии, у них включается вот этот азарт, у них глаза горят. И тебе не страшно отдаваться такому специалисту, потому что ты знаешь, что он прямо вот сейчас на кайфе будет работать, да, ему это интересно. В отличие, например, от каких-то там, да, докторов, которые вот выполняют эту рутинную повседневную историю на отделениях, когда глаза не горят и когда уже лишь бы там отбыть эти часы. И вот этого профессионального драйва решить какую-то сложную задачу они не имеют. То есть, к сожалению, вот в моей ситуации в этот раз было именно так. И почему я сейчас это вспомнила? Вот именно потому, что то, что я сейчас расскажу на этом слайде, это как раз то, от чего у меня глаза горят, да, это то, что я знаю, это то, что я могу помочь. Я прекрасно понимаю, что, допустим, в виде человека вот в одном из указанных состояний, я знаю, что ему можно помочь, я знаю, что ситуацию можно изменить, я знаю, что жизнь можно в этом плане перевернуть, повернуть, и да, она пойдет по другому руслу, вообще может быть не такому, которому планировал человек отдаться, да, но при этом эта жизнь, это другая, это качественная, это интересная жизнь, это другие мысли, это все другое. И это вот тот самый азарт, который должен вас подкупать в вашем профессионале. Когда человек идет на какую-то работу из монотонности, из потому что надо, это не всегда интересно. Вот то же самое с теми же преподавателями, да, там я всегда говорю, что у меня азарт зажечь человека, чтобы у него глаза горели, чтобы он хотел, чтобы он был жадным до знаний, да. То есть я всегда говорю в своих видео, что я обожаю жадность к знаниям в людях, я умею ее пробуждать, мне это интересно, да. Поэтому мои студенты, возможно, во многом такие успешные языковые студенты, я имею в виду, да. И вот история про психологию, она такая же. Несмотря на то, что сейчас мы будем говорить об очень болезненных вещах, но это вещи, где помощь может быть действительно нужнее всего, и она будет ощутимее всего, да. Ну, собственно, поговорим о психосоматических проблемах и психологическом сопровождении разных клинических состояний. Ну, психосоматика, вы знаете, это история, когда человек очень долго, допустим, вынашивает какую-то боль, какие-то идеи, какие-то травмы и так далее. Он все это все подавляет, он никому не рассказывает, он страдает, он печалится. И на определенном этапе жизни нам это выстреливает и в физиологии тоже. Начинают проявляться разные соматические заболевания, когда действительно идешь к доктору и лечишь уже свою сому, а не свою душу, да, свое тело, а не свою душу. У психосоматических проявлений огромное количество, я не буду здесь на этом останавливаться, вы все прекрасно знаете. Начинают мигрени, астмы, кончая синдром раздраженного кишечника, колитами, реазвами и всеми остальными историями. Это все то, до чего, в общем-то, нас доводят нервы, как это принято в быту в народе говорить. Но намного важнее и намного значимее мы будем разговаривать именно о психологическом сопровождении клинических состояний. И в частности, допустим, разберем ситуацию о возвращении к жизни после тяжелых травм и болезней. Действительно, очень часто поворотным событием в жизни становится какая-либо травма или какая-либо тяжелая болезнь, когда человек абсолютно впадает в уныние, в депрессию. Он понимает, допустим, что теперь качество его жизни будет совсем другим, и с этой жизнью очень сложно справиться. Когда ты хочешь сделать то, что тебе давалось там всегда легко, а тебе надо искать другие пути, это очень сильно расстраивает, это постоянно возвращает тебя в эту боль, в твою теперь инаковость и так далее. И из этого очень сложно строить какие-то планы на жизнь, потому что тут и жалость к себе, тут и желание, например, полного аскетичного образа жизни теперь. Не хочется коммуницировать, не хочется ни с кем общаться, не хочется никому открываться. Закрываешься, наоборот, в себе, страдаешь. И, в общем, жизнь катится, естественно, совсем не туда, куда надо было бы. Хотя меня всегда это немножечко удивляло, потому что, когда я занималась нейробиологией, и вообще, когда я занималась исследованием мозга, изучением мозга, мне посчастливилось это делать, слава богу, на американских курсах, потому что там огромнейшая база. И на любом очень научном, прямо анатомическом, медицинском курсе всегда были вот эти лирические отступления о том, что огромное количество людей, американцев, написали книги после инсультов или тяжелейших травм, и они писали это с благодарностью. Помните ту самую книгу «Мой любимый инсульт», да? Когда женщина пишет о том, что ее инсульт стал для нее поворотной точкой в жизни, потому что она замедлилась, все переосмыслила, да, она потеряла какой-то функционал своего тела, но при этом она так перестроилась в жизни, что именно теперь она пишет в своей книге, она очень счастлива. И там огромное количество таких книг, да, когда там авария становится каким-то переломным моментом в жизни, который заставляет человека проснуться, пробудиться, переоценить все, передумать, и двигаться совсем в другом истинно своем, да, счастливом направлении в жизни. У нас же почему-то, к сожалению, так не получается. Я понимаю, что огромное количество людей думают о стране, государстве и все такое, но, поверьте мне, дело вообще не в стране. В тех странах, в которых вы думаете такие благополучные и замечательные, тоже порой случаются такие страшные и уродливые, отвратительные вещи, просто о которых нам не говорят, да, потому что имидж страны, грубо говоря, не позволяет. Ну, это совсем другая история, мне как человеку пожившему в очень-очень разных странах, поверьте мне, это доподлинно известно. Поэтому возвращение в жизнь из тяжелой травмы или болезни, оно поистине невозможно. Но просто нужно найти вот тот самый ресурс и, возможно, тот самый поворот в правильном направлении, который раскроет весь ваш потенциал, который вы до этого, возможно, прятали, и, возможно, откроет в вас те грани, которые вы сами в себе прятали, не замечали, а они в вас были. Психологическое сопровождение неизлечимых больных и неизлечимых состояний. Здесь тоже очень интересная история. Мы все знаем, что есть хосписы, да, есть действительно терминальные больные, когда, в общем-то, время уже осталось совсем чуть-чуть, и это тоже жизнь, да, это абсолютно законы жизни, это очень, ну, там, страшные вещи, да, говорю, что мы все рождаемся и мы все уходим, это правда жизни, которую нужно принять. И очень часто людям на этой стадии необходимо высказаться, необходимо обсудить очень многое, то, чего они никогда не смогут обсудить с близкими, несмотря на то, что, да, там, они их любят, там, и так далее, и так далее. Они просто их оберегают. Иногда они не хотят видеть эту жалость в глазах своих близких, да, и родных. Иногда они не хотят лишний раз их травмировать, но при этом в человеке именно вот в эти периоды жизни существует огромное множество чувств, эмоций, невысказанностей, необдуманностей, да, то есть то, чего хочется озвучить, потому что, когда мы думаем, это все еще вот какая-то копилка разных, несвязанных мыслей, боли, обид и так далее, желаний, реализованных и не очень. Но когда ты все это вербализуешь, когда ты все это высказываешь, на душе становится намного легче, жизнь становится понятнее, и ты сам как будто бы со стороны смотришь на свою жизнь, да. И поэтому очень часто вот такое сопровождение психологическое абсолютно необходимо. На сегодняшний день есть отрасль медицины, которая называется онкопсихология. Это, наверное, такая одна из областей, где можно встретить самое частое выгорание среди психологов самих, потому что это тяжело, это откровенно очень тяжело, но это очень благодатная почва, и это очень, скажем так, как сказать, полезный, правильный труд, да, потому что эти рассказы, они полны жизни, они полны красок, они полны мудрости, но в то же время они полны боли и сожалений, и очень много чего еще. И вот помощь здесь, она действительно необходима, чтобы человек был спокоен, да, чтобы человек не нагружал свое состояние психологическое, вот, собственно, да, и психологии своей не давил на физиологию, чтобы, в общем-то, процессы не ускорялись, и, в общем-то, для обретения того самого мира правильных решений, принятия, это очень-очень необходимо. Но не будем говорить только о плохом, потому что на сегодняшний день онкология тоже лечится, и мы прекрасно знаем ситуации, когда человек вышел из этого состояния, когда человек при эмиссии, ему тоже очень необходима помощь, потому что то, что он пережил, это буря в душе, это тучи в душе, это очень много чего еще, это боль, и потом вот еще один шанс, и как с ним справиться с этим еще одним шансом, чтобы не было больно, чтобы оправдать этот шанс, который нам дала жизнь, да, прожить еще, найти в себе ценность, найти истинного себя и пойти, собственно, той дорогой, в общем-то, может быть, по пути, который мы раньше шли, она была неправильная, и именно из-за того, что она была неправильная, нас остановила именно такая болезнь, да, которая нам нужен, был вот такой будильник, чтобы нас разбудить, да, и повернуть, например, на какую-то другую стезю, на другую дорогу. Здесь тоже частенько не поговоришь с близкими, родными, потому что иногда они жалеют, иногда они вообще не понимают, говорят, радуются, что ты жив вообще, да, там, грубо говоря, и беги дальше, скачи всеми дорогами на всех скоростях, а не помогает, потому что человеку нужно что-то другое, нужно обсуждение чего-то другого. И поэтому здесь тоже очень нужна и важна помощь психологам. Если мы говорим об инвалидности, я, конечно, очень не люблю это слово, но зато оно всем всегда очень четко и быстро дает понять, о чем мы будем разговаривать. Это ситуация, когда, в общем-то, тоже двоякая. Иногда инвалидность бывает приобретенная, и тогда это тоже как бы раздел жизни на до и после, и если человек потерял там какую-то конечность или потерял какие-то способности, ему действительно становится очень сложно справиться со своей жизнью, особенно если это были спортивные, там, активные люди, да, и потом, допустим, жизнь меняется. Но, поверьте мне, это вот как раз тот случай, когда все можно изменить, когда можно выработать к этому делу правильное отношение и реально выбрать совсем интересную, там, другую, да, да, другую, но не менее интересную жизнь. И здесь нужно копаться в себе, нужно копаться в ресурсах, и, поверьте мне, жизнь никогда не дает нам такое испытание, с которым мы не можем справиться. Жизнь не дает нам такую вещь, которая нас сломает. А если она нас сломает, она сломает нас очень быстро, и все очень быстро кончится. Но если вы все еще живы после этого, и вы чувствуете себя хорошо, и единственное, что не дает жить, это вот эти мысли постоянные, да, значит, вы сильные, и вы просто еще на пути принятия этой ситуации, вы еще на пути изменения своих жизненных обстоятельств. Бывает другая ситуация, когда инвалидность врожденная, и на самом деле с этими ребятами работать очень-очень интересно, потому что там такая сила, там такая мощь, и нужно просто найти потенциал, нужно просто найти лазеечку, куда вот эту мощь направить. Очень часто неправильные мысли, опять же, о государстве, о плохой стране, о еще чем-то, о какой-то немощности, о какой-то еще лабуде, который просто вообще не в тему. Это не то, о чем вам нужно думать. Вам нужно думать о себе. Как только мы признаем ответственность за себя, мы понимаем, что она на наших плечах, а не на плечах государства, жизнь реально начинает меняться. И поверьте мне, я не рассказываю сейчас сказки, я говорю, понимаю о чем, потому что таких ребят у меня очень много. И, конечно, я знаю очень много чего в этом направлении, поэтому все возможно. Все возможно в голове, а из головы вырастет та самая тропинка, по которой нужно будет идти. Другая история, это тоже история, которая меня в последнее время очень сильно захватила, это перинатальная психология. Туда я тоже очень глубоко нырнула, и очень-очень-очень много там чего интересного есть. Ну, интересного, опять же, для профессионала, но очень-очень болезненного для человека, который попал в эти ситуации. Конечно же, самой большой болью является перинатальная утрата, и это целый мир, боли, океан боли, сказала бы я, океан слез, который замалчивается, о котором не принято говорить, да, когда беременная женщина теряет ребенка на разных этапах своей беременности. Не принято разговаривать, не принято долго плакать, не принято долго переживать, особенно в свете все растущих вот этих вот количеств барышей, нетущих на аборты, что тоже, в общем-то, печально. Мое мнение про это вы, конечно, уже знаете. И перинатальная психология, она, конечно же, помогает пережить эти утраты. И чтобы вы понимали, женщина, которая хотела ребенка, потеряла ребенка, переживать эту ситуацию будет не меньше двух лет. И здесь нужно пройти все этапы горевания и не застрять на каком-то из них. Да, я уже говорила о горевании чуть раньше. И очень часто, буквально на первой стадии, эта боль затаптывается ею, обществом, близкими, что очень больно, близкими. Да, то есть самая болезненная история в этом плане, когда этого не понимают близкие. И тогда возможно все, что угодно. Тут такой просто, такой куст разрастается всех возможных сценариев, потому что женщина теряет не только ребенка, она с этим теряет свое представление о материнстве, она теряет будущее. Есть фраза даже такая, да, что когда мы теряем родителей, мы теряем наше прошлое, а когда мы теряем детей, мы теряем наше будущее. И как бы это одна тема, пережить эту потерю, да, но другая важная тема, она как раз-таки про то, что будет дальше. Потому что дальше этого может больше не случиться. Это может случиться еще раз. И это просто рваная, драная, рана на душе человека, о которой, в общем-то, нигде не принято говорить. У нас такие девочки не ходят к психологам, они не обращаются, они думают, что они должны это перестрадать. Потом начинается еще история про то, что она не такая, она все сделала неправильно, она виновата. Или вот, в общем, какая-то она бракованная и так далее, и так далее. И это настолько глушит вот все хорошее в женщине, что могло там быть. Про будущее отдельная история, это про то, что она будет всегда горевать и помнить этого ребенка. И даже если случится другая беременность, очень часто в психологии есть такой термин, что это будет замещающий ребенок. И это страшная история, когда мать будет надружать, наверное, водружать представление о том неродившемся ребенке на ребенка родившегося. И этот родившийся ребенок, он не проживет свою жизнь, он будет жить жизнью того, кого нет. И это страшно. Даже вот эти истории, они обсуждаются в перинатальной, да, в психологии, конечно же. Но перинатальная психология, она не только про горе утраты и про то, как из этого выйти, хотя это очень сложно, это нереально сложно. Именно поэтому я всегда говорю, что аборты это должны быть только по показаниям. То есть, если девочки туда ходят как за здрасте, как на праздник, наверное, что-то все-таки не то. Когда я слышу истории про женщин, которые в жизни делали по 27 абортов, есть очень много вопросов к этой ситуации. Почему так? Зачем так? И с этим нужно разбираться. Здесь есть какая-то внутренняя история, которая, в общем-то, наверное, должна быть тоже влажна. Ну, это опять же мое личное, да, мой личный взгляд на эти вещи. Так вот, перинатальная психология, она, конечно, не только про ЭКО, не только про суррогатное материнство, не только про усыновление детей, да. Это еще история про другое, это история, когда про хорошее, когда, например, женщина беременеет, это ее первая беременность. До этого, до этой беременности, она была в отношении диады со своим мужем, а теперь у нее появляется еще одна диада, это отношение с ее ребенком. И очень здорово, когда ты работаешь над тем, чтобы эти две диады стали одной триадой, когда они вместе, и вот они понимают все эти новые роли, и им интересно, и вот все то, что зарождается, и то, что ее ждет, это прекрасно. Или, допустим, это история про то, что воспитание ребенка начинается еще в утробе. Не когда он родится, не с трех лет, не с семи, а с первого дня в вашей утробе. И здесь тоже нужно очень правильно мамочку обучать, чего делать, чего не делать, чего говорить, чего не говорить, потому что это все потом тоже отразится, и выльется, и случится, и в вашей психике, и в психике вашего ребенка. Это очень здорово. В общем, перинатальная психология, как оказалось, огромнейшая сфера, тоже очень-очень интересная, и, собственно, здесь тоже лежит сфера моих интересов, и, в общем-то, помощи вам, конечно же. Другая история о помощи родственникам, тяжелобольных, здесь тоже интересно, потому что, как правило, когда в семье случается горе, и один из членов семьи как-то заболевает, неважно, серьезно или несерьезно, а может быть и так, что теперь за ним постоянно берет шествую и уход какой-то другой родственник, вот этот родственник ухаживающий, он, конечно же, не берется в учет, он как будто бы выполняет то, что он как бы должен выполнять, и о психике этого человека вообще никто не разговаривает, о том, что творится в его душе и так далее, а этим людям тоже очень-очень сильно нужно внимание всем родственникам, пережившим какую-то трагедию семейную, очень нужно психологическое внимание. И вот бывает такая история, таких у меня тоже очень много, среди меня, когда, допустим, мать ухаживает за взрослым ребенком, у которого случилось что-то такое в жизни не очень хорошее, и она улыбается, она не может позволить себе плакать при ребенке, потому что как это, я буду перетягивать внимание на себя, у него ведь горе, у него ведь там болезнь, да, и вот она ходит, она улыбается, она выполняет все то, что она должна выполнять, а когда ты приглашаешь ее так совершенно случайно на психологию, на разговор, там с первой секунды просто взрыв слез, и потом этот поток просто не остановить, и можно разговаривать часами, и будет не умолкать человек, да, и он будет говорить, 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 потому что его чувствам не уделялось никакого внимания, а там лавина эмоций, там шквал, там буря, там очень много чего, что тоже нуждается в психологическом влиянии, воздействии, проговаривании, хотя бы как минимум, таким людям тоже очень-очень нужна помощь, и это не зазорно, это абсолютно нормально, и там тоже куча страхов, и куча искажений, и куча там ошибок мышления, и очень-очень много чего, ну и конечно же там депрессия, которая в общем-то может быть затяжной, и совсем не латентной, но человек находит в себе силы вставать, и делать то, что ему нужно делать, и для этого нужны ресурсы, для этого нужны силы, для этого нужно понимание, поэтому таким мы тоже людям, конечно же, должны помогать, и помощь есть, средства есть, и это нужно обязательно делать. Ну и последняя история, это помощь самим медработникам, докторам, и вообще работникам сферы медицины, и как правило, здесь тоже все очень интересно, и многие даже не думают, что докторам тоже иногда нужны психологи, и самое страшное, что сами доктора иногда не думают, что им нужны психологи, а на самом деле они им очень-очень нужны. И я сейчас говорю не только о ситуации профвыгорания, когда доктор уже там выгорел, я буду делать об этом, скорее всего, какой-нибудь стрим, прямой эфир, когда там приходит к ему пациент, он уже сам бы убил его, он уже там ненавидит его, и он уже считает, что все тупые и вообще ограниченные, и как они вообще приходят, и вообще залечитесь, идите сами в своем интернете, да. Я сейчас не говорю вот об этих крайних случаях, хотя в этих случаях очень нужен психолог. Я говорю об очень многом, я говорю о том, что день работника медицины, день доктора, он настолько может быть насыщен болью, которую в жизни человек может столько даже и не увидеть. Вот насколько мы живем и развиваемся сами, вот как обычные люди, мы не видим такую густоту, чувств, боли и так далее, которые увидят в один день, да, допустим, какой-нибудь доктор. И понятно, что там начинающим очень тяжело, да, они должны научиться как-то справляться с этим напряжением, они должны куда-то его сбрасывать и заставлять себя брать за шкварник, что называется, и тащить себя на работу еще, еще и еще, и до конца своих дней, до пенсии, да, если это их дело, если они это любят. Это классно, если тут есть ситуация того самого азарта, о котором я говорила среди хирургов, да, когда там хочется, когда ты понимаешь, что это больно, ты знаешь, что ты можешь ее исправить, изменить, и это очень-очень круто. Но есть и другая ситуация, когда человек это ранит, это глушает и так далее, и он становится глух и слеп потом каким-то проявлением своих пациентов, да, вот эту ситуацию нужно не допустить. Мы все, конечно же, знаем историю про там черный медицинский юмор, или там цинизм докторов, как мы это в бытействии, в своем же действии называем, да, но это же все что? Это же все психологические механизмы защиты, как вы понимаете, да, и поэтому докторам реально очень часто нужна тоже помощь. Я помню, как ситуация из близкого круга знакомых, да, когда там мама хотела, чтобы сын был доктором, и они вложились в это очень сильно, и он отручился 10 лет, и пацан не смог пережить смерть бабушки, которая умерла в его смену, первую смерть своей пациентки. И он ушел из медицины, и он стал компьютерчиком, и он работает в другой вообще истории, и медицину он, наверное, вспоминает как страшный сон. Хотя, в принципе, если у человека есть потенциал развиваться на месте клинического, там, медицинского работника, наверное, психолог мог бы в этой ситуации помочь ему идти дальше, и достичь намного большего, чем человек, допустим, будет безтолго достигать совсем в любой отрасли. Поэтому, конечно же, очень часто там есть история непонимания между пациентами и докторами, они, в общем-то, друг друга почему-то частенько недолюбливают, и вот это все как раз-таки из-за сбоев коммуникации, из-за неправильного отношения докторов к пациентам, из-за неправильного отношения пациентов к докторам, да, из-за нарушенного контакта, вот, собственно, и потом разрастающегося вот этого снежного кома подобных же ситуаций, мы не понимаем друг друга с докторами, и от этого ничего хорошего. Потому что, когда у доктора с пациентом есть хороший контакт, это совсем другая история. Это терапевтично и для него, и для пациента. И тогда в таком альянсе любые выздоровления намного более возможны именно с хорошим положительным успехом. Поэтому, друзья мои, если вы нашли здесь свой случай, всех вас жду на консультацию.